Здравствуйте! Сегодня у меня королева осени, тыква. И я ее сегодня готовлю с курочкой. Итак, поехали! В коза наливаю масло и даю ему нагреться. Как только масло начинает немножко шкабарчать, отправляю туда куриные ножки. Мясо можно взять любое, не обязательно курицу, не обязательно голени, можно бедра, можно грудку, все, что вы любите, все, что вам нравится. Ну и сразу же я солю. Солю я универсальной приправой, которая содержит соль, там различные коренья. Ну и, конечно же, не забываю еще добавить сюда французских трав. Ну это то, что у меня имеется в данном момент в наличии, поэтому я использую французские травы. Ну и, конечно же, мы любим с перчиком поострее, поэтому я добавляю сюда еще и смесь перцев. Все перемешиваю, чтобы соль равномерна, но она и так разойдется, но все равно, почему-то всегда хочется перемешать. Накрываю крышкой и тушу до готовности мясо под крышкой. Ну а в это время занимаемся другими делами. Нарезаем лук и тыкву. Вот такое оранжевое осеннее чудо. Это просто прелесть. Нарезаем на кусочки. Так как вам больше нравится. У меня она все равно разошлась. Поэтому я думаю, что разницы нет, как вы порежете. Ну а в кастрюльке у нас все кипит, бурлит. Открываем крышку и даем воде выпариться. Когда в казане жидкости практически не останется, добавляем лук, перемешиваем, немножечко потушим вместе с мясом и будем добавлять тыкву. Но это еще не все. Добавляем еще один важный ингредиент. Это сливки. У меня 10% но если вы добавите более жирной сливки, ваше блюдо получится только вкуснее. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим до готовности тыквы. Когда уже все готово, попробуйте на вкус. Возможно, что вам чего-то не хватает. Мне не хватило перчику. Я его добавила. Ну и конечно же, не забываем добавить в это прекрасное блюдо зелень. Та, которая у вас есть. У меня свежая петрушка и замороженный укроп. Все перемешиваем, накрываем крышкой, отключаем огонь и даем настояться, чтобы все запахи перемешались. И еще одна фишечка впереди. А это фишечка чесночок. Чем больше, тем лучше. Он придает особый вкус нашему блюду. Насыпали, размешали и оставили на 20 минут, чтобы чеснок отдал свой аромат этому прекрасному блюду. Блюда из тыквы с курочкой. Вот такое замечательное осеннее блюдо сегодня я вам предложила. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. И до новых встреч.